О неравенстве в обучении городских и сельских детей говорили в Центре повышения квалификации Орлеу. В Северном Казахстане 70% школ в районах малокомплектны. Здесь огромную роль играют педагоги и их непрерывное развитие как профессионалов. Об этом рассказывается в монографии, которую презентовали в Центре Орлеу. В своей монографии мы даем определение, что такое непрерывное профессиональное развитие и как правильно его организовать. В этой монографии, в разделе «Сельская школа» мы показываем особенности, среды в сельской школе, которые нужно уметь правильно использовать для развития учителей. Поэтому ключевой целевой аудиторией данной монографии является не только учителя, но и администрация школ. Исследования длились три года и начинались с анкетирования. В каждом принимали участие около 20 тысяч педагогов со всей страны. И таких анкетирований было четыре. Опрашивали сельских и городских учителей всех предметов и разных категорий. Была даже фокус-группа с директорами школ. Всех спрашивали о понимании непрерывного профразвития. Большая часть учителей видит непрерывное профессиональное развитие в формальном ключе, в том плане, что они ждут официальных курсов повышения квалификации, официальных семинаров. Когда мы считаем, что очень большие возможности заложены в неформальном и информальном образовании. Когда учителя в беседах с коллегами, в постоянном поиске и чтении литературы, в самоанализе, в адаптации методов, сами развиваются и ищут в окружающей среде какие-то точки соприкосновения с их предметом. После презентации электронный вариант монографии направили в районы и городское отделообразование. Они будут распространять исследования среди педагогов. От последних приветствуется обратная связь. Авторы монографии планируют продолжить исследования в виде мониторингов. Тогда станет понятно, насколько эффективны рекомендации в монографии, а педагоги смогут рассказать о препятствиях профразвития и предложить свои идеи. Агирим Хамзин, Азамат Баймукан, МТРК.